Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян, канал Семья на чемоданах. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Снежный выпуск, между прочим, потому что у нас в Краснодаре. Посмотрите, что произошло. Вот так вот сел в машину, а здесь, друзья, сугробы. Посмотрите, что творится. Я сейчас быстро отвезу машину в сервис, пока ее будут ремонтировать, менять задние колодки и обслуживать суппорта. Мы с вами прогуляемся и посмотрим на это южное чудо. Я решил, что я больше не буду выкладывать ничего про машину вообще и буду придерживаться своей изначальной концепции. Купил машину, показал и все про нее рассказал. Дальше следующий выпуск про машину только спустя год владением. И следующий выпуск, когда я ее продаю. Вот и все. То есть я делал так про все предыдущие свои автомобили, а про эту машину я хотел больше делиться, но поймал кучу негативов, комментарий, от которых просто стало дискомфортно, неприятно. Я совсем не хочу читать всю эту чушь, которую люди пишут. Ну, типа, знаете, на примере, вот, ты взял, типа, двигатель, там, 2.0-180, да ты с ней хапнешь, да это, типа, старая рухлядь. Короче, пишут чушь какую-то. Я, конечно, прекрасно понимаю, что это пишут люди те, которые не имеют такой машины 100%. У них машина, скорее всего, очень дешевая, а эта машина стоит почти 2 миллиона. И я прекрасно понимаю, что человек, владеющий машиной лучше, он не будет писать такую чушь. Конечно, советы какие-то определенные прилетали, но я так понял, что моя концепция изначально, я не автоблогер, что лучше всего купил, рассказал, год прошел, рассказал, что вложил, что делал, поделился. Все. Естественно, в путешествиях она и будет с нами сверкать, можете задавать вопросы, буду отвечать. Но не более того, как обслуживаю, что чиню, вы знаете, через год я решил прям строго держаться своей изначальной идеей. А сейчас пойдемте в выпуск в снежный. Вчера все таяло, и вечером, ночь уже ударил мороз, и машина прям бросла в эту всю слякоть. Конечно, жесткий дискомфорт всем краснодарским водителям сегодняшний снег доставляет, сегодняшний лед, вон у меня такая даже крыша образовалась от снега. О, сошла лавина. И не могу даже открыть багажник. Электрический комок, видите, он его... И никак. И, соответственно, и все ручки аналогично, то же самое, вон оно все, примерзло. Просто, о, открылось. У меня где-то здесь щетка должна быть, ага, а ее нету. Плохо. Попал я в багажник, у меня здесь есть замечательная щетка моя. Я еще и покупал в далеком-далеком, в каком-то там девятом, по-моему, или десятом году, когда купил первую машину. Он до сих пор со мной ездит. Ну вот, лобовое уже распотело. Хорошо, что есть эта функция. Разверзание лобового стекла. Да, а уж юг, блин, приболел в этом году. Очень что-то сильно. Это, видимо, мы из Москвы с собой привезли эти сугробы. Вот посмотрите на дороге. Угольный лед. Его ничем не посыпают. Походу, мы сейчас даже долго будем встать в пробочках. Просто трындец. Да уж. У нас здесь, возле района, вот такая вот безумная плохая дорога. Точнее, нет, можно даже сказать, что ее нету. Когда идут дожди, все здесь залито к машинам, кто припарковался не вовремя, подойти вообще невозможно. А сейчас выпал снег, все тут же замерзло. Мальчишка упал с велосипеда. Вставай скорее. Ну, кто же ездит по льду в такую погоду на велосипеде? Вот, видите, гольный лед. Конечно, ездить на машине в такую погоду лучше не стоит. Мы покупали машину на зимней резине. Шипованная. Прям кстати вообще. Она прям идеальная. Да, тротуарчики тоже, видите, не чистые. Не чистят. Люди идут. Им, конечно, сложно. Я думаю, что ни один краснодарец, кубанец, панаех, вообще просто не ожидал, что будет вот так. Вот видите, машина просто встала в лужу. И я думаю, что скорее всего... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же я тут буду проезжать? Ни хрена себе. И как тут проехать? Как неохота черкануться? Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Слушайте, это, конечно, полная жесть. Надо вообще очень срочно на машину ставить защитные пороги, потому что не дай бог замять пороги на ней. Это будет вообще просто печальная история. Нет, по этой улице пока здесь все не растает, я точно ездить не буду. И в принципе, когда здесь нету снега, здесь ездить тоже опасно, опасно, потому что можно остаться однозначно без подсветки. Видите, как все плывет? Ужас. По-другому даже и не скажешь. Ну, вот зачем ты едешь? Ты же мог пропустить? Капец. Вот такие сугробы. Просто на машинах лежат. Сегодня все вышли утром и думают, как это чистить? Ужас. Вы только гляньте, что творится. Что творится, как тут ехать? На... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На моей длинной машине горит какие-то кучки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну газель-то гораздо повыше, конечно. Ух. Я прям почувствовал, как я защитой ударился. Я еще вчера здесь ехал. Ну, здесь ямы, понятное дело, большие, но вот этих вот ледяных нарост, нари-наростов, конечно, не было. Вот такой вот Краснодар со своими причудными дорогами строят комплексы, но дороги, к сожалению, не строят. Почему? Конечно, вопрос постоянный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Так, ну вроде проехали. Но скажу так, что я машину уже проверял в хороших сугробах в Москве. Она гребет неплохо. И сейчас, ну вы сами видели, по таким глыбам, где в принципе можно было начать шлифовать. Слава богу, едет. На дорогах, видите, на тротуарах каток, зато очень красиво снежочек лежит на деревьях. Вот так вот просто. Да. продолжаю вам экскурсию по дорогам Краснодара. Видите, какая жесть творится. Ну как красиво усыпанные кустики в этой снежной массе. Это, конечно, очень здорово. И снег-то такой белоснежный, на самом деле, несмотря страшно, то он сейчас начинает таять. Минус пять, яркое солнце, все равно, вот, улицы-то точно плывут прямо от этого солнца, а дворы остаются такими замерзшими. Ну, красиво, все равно, классно. Посмотрите, какой слой снега на деревьях. зимняя сказка в Краснодаре сегодня. Вот такие огромные лужи впереди с вот этими горами синега. Ой, просто трындец. Как вот этот бугорок забираться? Баймбер, баймбер. Ух ты, как мы тут шлифанули сейчас, а? Так, ну, слава богу, ничем не задели, клиренс у машины нормальный. Да, уж, просто, я не знаю, правильно сказать, утонул от снега Краснодар, потому что, видите, вот так вот все тает, образуются вот эти какие-то огромные ямы, тут же лед, тут же снег, тут же вода, и эти лужи, ну, просто ужас. А самое то, что страшное поймут меня автомобилисты, это то, что нет никакого понимания, что под лужей, там может быть открытый люк, забитый, может быть яма, палка с гвоздем, и все, что угодно. Вот так вот двигается Краснодар, зимой накрыло, накрыло город. я сдал машину и у меня есть где-то час, чтобы с вами погулять, вам еще немножко показать заснеженный Краснодар. Вот, видите, да, все тает, муляка на солнце, но где-то ходить в принципе нормально. Сейчас выйдем на центральную так называемую улицу, на российскую, и пройдемся там, посмотрим, какие там дела. Вот сейчас вытаскивали тут машину, села на пузо прям, и подъехал парень на маленьком таком автобусе на 75-м регионе, сейчас 4-4, потом вытащили, постоялись, пообщались, много здесь Читинских в Краснодаре, здорово. Но на улицах центральных конечно грязь и слякоть, к сожалению. А вот на таких улочках можно насладиться прямо зимушкой, зимой. У нас кстати сейчас минус 5, завтра по погоде обещают плюс 4, но обещают еще насыпать очень много снега. Ой, представляю, что будет вариться завтра, это каша. Дороги не чистят, видите, он сам по себе тает, исчезает, ходишь по этой слякотью. Ну, на тротуаре покоснется слякотью? Центр продажи автомобилей типа а-ля элитных, здесь и Тесла продают, и посмотрите, они все в снежном сугробе стоят, вообще, атаковал снег, атаковал. я, я, конечно, дико замерз, если честно, летняя обувь, но очень хочется немножко погулять в зиме, коль у меня теперь есть куртка, и покажу вам сейчас немножко сквер. гляньте, гляньте, какие здесь интересные лавочки, они в такой сделанной зоне из елочек, и все самое главное, что сейчас в снегу, смотрите, какая шапка, толщина, я не знаю, на сколько сантиметров, 25, наверное, вчера выпало, здорово, вот, и здесь получаются такие вот зоны лавочки и елочки, такой прям идеальный белый снег, который еще сверкает, что аж очень сложно открыть глаза от солнца, обалденно, сколько снега выпало, посмотрите, дерево в снегу, есть такие вот маленькие елочки, которые также в снегу спрятались, есть такие елочки, здорово, жаль, что сюда не попадает сейчас солнце, и мы двигаемся с вами, вот прям, видите, поток, просто лед, я иду, ноги разъезжаются в разные стороны, и вчера снег такой был липкий, липучий, а сегодня он уже рыхлый из-за холода, минус 5, я напомню, видите, как прикольно можно вот так вот дернуть, и ничего не упадет, что-то нет, чуть-чуть упало, а здесь уже, видимо, трактор прошелся, почистил, видны следы, что люди заходят, фотографируются к снегу возле елочек, вот, идеально, смотрите, пойдемте к вот этой вот скамейке, заценим толщину сукрова, лавочка прям вообще нетронутая, я сейчас добегу до нее, смотри, толщина сугроба, сколько, ну сколько здесь, ну, ну сантиметров, мне кажется, 15 точно есть, вот так вот, и можно сюда вот приехать, и погулять всей семьей, чтобы дети попрыгали, побегали в снегу, ну здесь снег классный, он прям идеально белый, кайф, длиннющий сквер, я здесь был летом, летом, конечно, он тоже смотрится интересно, ну такой, знаете, зеленый, сейчас в межсезонье так называемое, мне кажется, он сероватый, а сейчас, сегодня он вообще потрясающий, потому что он вот такой вот красивый, весь беленький, очень много снега нападало, и конечно, это не может не радовать, минус 5, в принципе, достаточно комфортная температура для зимы, для прогулок, для того, чтобы не ловить грязь и слякоть, ну по крайней мере, вот мы с вами идем, и видно, что не так много слякоти и грязи, особенно пока куда не попадает солнце, но лично мне минусовая температура, конечно, вообще никак, снег люблю, но исключительно просто съездить, например, в горы, погулять, и все, и вернуться в тепло, вот, например, как в Сочи, да, на Красную Поляну сгонял, кайфанул от снега, покатался, вот, и спустился на берег, где тепло, гляньте, какое дерево, как классно, я не могу, такие елочки стоят, конусообразные, вот елка, видите, следы людей, сюда подходят, фотографируются, ну, конечно, как не фотографироваться в этой красоте, здорово, надо вообще было всех своих взять, привезти, я не знаю, если пнуть по дереву, снег упадет, ладно, проверять не будем, потому что я и так замерз, сейчас еще зашиворот, нападает, обалденно, прекрасная погода, вот прям, ну, классно, правда, рука уже почти не шевелится, камеру держать, ладно, ребятки, я надеюсь, вам снежочек в Краснодаре понравился, для меня, конечно, это какая-то дикость, что на юге в Краснодаре выпал снег и так много, и он не тает, он продолжает лежать, минусовая температура, но на самом деле второй год подряд погода сходит с ума, в том году и в Сочи тоже выпадал снег, но он быстро растаял, в том году в Краснодаре было минус 11, и держалась температура достаточно долго, такая холодная, но в этом есть свои плюсы, почему, потому что здесь снег чистый, вы сами это видите, мы идем с вами и душа радуется даже относительно где вот в Подольске мы были, сразу каша слякоть, реагенты, а здесь нет, здесь так классненько, в общем, поддерживайте выпуск лайком, пишите комментарии, пишите, как вам, может ли, кто-то из вас хочет перебраться в Краснодар и думает, что здесь зима такая теплая будет, но знайте, что вот такая вот зима тоже может быть, ну а я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике, пока!